В Широковском сельском поселении Фурмановского района назревает настоящая революция. Представители администрации предложили место под новый полигон ТБО, в местечке Завражье между деревнями Галчаново и Михальково. Взбунтовались все жители окрестных поселений. Общественные слушания, на которых решался вопрос о выборе участка под свалку, были похожи не на сельский сбор, а на восстание. Сейчас в районе уже есть свалка в Визовском. Она, по мнению жителей, позор района. Мусор постоянно жгут. По окрестностям распространяется едкий дым. Не говоря уже о том, что мусорные кучи давно вышли за границы отведенного участка. Жители поселения опасаются, что новая свалка повторит эту историю. У меня две девочки. Одной три года, второй семь лет. И я не хочу, чтобы они потом заболели. Я хочу, чтобы у моего народа были здоровые женщины, чтобы они выросли здоровыми женщинами, чтобы они родили здоровых детей, чтобы у меня были здоровые внуки. Я хочу, чтобы просто сама быть здоровой, чтобы дети мои были здоровы. Представители администрации уверяют – мусор будут свозить только из Фурмановского района. Свалка рассчитана на 15 лет и займет 3,5 гектара. Жители негодуют, что до ближайших населенных пунктов чуть больше двух километров. Для Смрада это не расстояние. Экология будет испорчена. Вы возим детей из Иваново. Вы возим сюда. Для чего? Чтобы мы задохнулись и сдохли от рака. Нам говорят – дорого туда-то. Дорого. Что у нас стоит дороже? Отвезти деньги? Наши здоровья личные. Наших детей. Лично, как житель Широковского сельского поселения, и учитывая, как здесь говорилось, розу ветров, я, наверное, как житель против. Но если нам действительно выдержат те формы, которые будут все соблюдены по утилизации этого твердого бытового мусора, ну, наверное, это необходимо. Еще один аргумент против – подземные воды, которыми пользуются в хозяйственных нуждах жители, близлежащие к будущему полигону деревень. Тяжелые металлы – все будет поступать в почву. Это у нас сообщающийся суд. То есть все здесь будут мертвецы, и дети будут мертвецы через какое-то время. Либо воду надо будет бурить артезианские скважины. Вы готовы в каждом населенном пункте пробурить артезианские скважины и обустроить водопроводы? Вспоминают жители, что земли деревни Михальково и вовсе святые. Там древние кладбища и красивейшая церковь. Устраивать свалку там нельзя. Мы знаем, что уже Широково и Вязовское постигла эту участь. Они вымирают только по одной простой причине – наличие свалки рядом препятствует развитию. Жители бросают дома, уезжают. А у нас село Михальково – это будет самый близкий населенный пункт к планируемому полигону. Мы не хотим, чтобы с нами произошло то же самое. Село древнее, масса исторических мест, масса исторических достопримечательностей. Мы не хотим ничего этого потерять. Вязовское звучит на собрании чаще всего. Жители родины поэта Дудина оказались в самой сложной ситуации. Их мусор буквально обступил. Власти обещают закрыть старую переполненную свалку. Но не могут этого сделать. Она в частных руках. Вторая свалка по проекту тоже недалеко от населенного пункта. У меня четверо детей, мне седьмой десяток. Дети все с заболеваниями. Две почки больные, щитовидка больная, девочки и желудок больной. Я с великим трудом взяла ссуду на 250 тысяч и купила старый дом в Михалькове. Чтобы дети у меня там поправили здоровье. Мы сажаем там, чтобы они кушали здоровые овощи. Я купила противеньки, я купила курицу, чтобы они яйца ели. А меня душат. Ситуация складывается сложная и драматичная. Жители против. И если отстоять за вражью удастся, вопрос о месте для нового полигона останется открытым. А значит появится новое место и новые недовольные. Жить рядом с мусором не хочет никто.